Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео с вами я, Пашкевич Анна, и мы раскрываем такую тему, как снегонакопление и снегозадержание. Основной фактор, который определяет успешность и урожайность выращивания овощных культур, это накопление и влагообеспеченность в течение всего вегетационного периода. С учетом того, что Беларусь, как и большинство прилегающих стран, находится в континентальном климате, то в среднем на 6 холодных месяцев, а это с октября по март, приходится ориентировочно половина осадков, таких же, как и на 6 теплых месяцев с сентября по апрель. Но именно холодные месяцы имеют важный природный потенциал в накоплении почвенной влаги, нежели теплой месяце, поскольку влага, накопленная в холодные месяцы, почвой и, собственно, растениями не расходуется. Но необходимо понимать, что пополнение и накопление почвенной влаги происходит по-разному. Например, осенние и ранние весенние дожди способствуют накоплению почвенной влаги на уровень 30-40 см. Что касается более глубоких слоев почвы, а это и 70-1,5 метра, именно в эти слои почвы влага попадает за счет танья, снега, который накопился на почве за зимние месяцы. Снегоудержание или по-другому снегозадержание, это когда мы искусственно вносим снег с той придомовой территории, которую очищаем от сугробов, с дворовых территорий, когда мы его заносим себе на огород. Снегонакопление это непосредственно снег остается до весны в том месте, на которое он лег. Если со снегозадержанием все понятно, то со снегонакоплением есть некоторые нюансы. Как правило, у нас зимы ветреные, зачастую бывают метели, снег передувается. И в конечном счете наибольшее его накопление приходится на какие-то опоры, например, забор или теплицы, по периметру которых будут находиться наиболее высокие слои снега. Что касается полезных площадей нашего огорода, то, как правило, они менее обеспечены снегом. Поэтому для снегонакоплений существует также ряд своих приемов. Самый первый оправданный, наверное, самый дешевый вариант это снегонакопление с помощью растений. В качестве растений, которые хорошо накапливают снег, можно использовать сидираты. Было установлено, что такой сидират, как горчица белая, перед тем, как войти в зиму, отращивает высоту порядка 60 сантиметров, он способствует накоплению снега за зимний период до полуметра высотой. Иными словами, когда мы ответственно в конце вегетационного периода высеваем сидираты, выращиваем их и не скашиваем, не запахиваем под зиму, а оставляем в том неизменном виде зимовать, то мы, соответственно, увеличиваем снегонакопление и, собственно, уровень того снега, который останется у нас на огороде. Если нет возможности использовать сидираты, или вы их уже скосили, запахали, то тогда можно самостоятельно сготовить снегоудерживающие конструкции. В качестве последних можно использовать различные сетки, остатки заборов, можно втыкать палки, колья, между которыми помещать различные растительные остатки или синтетические какие-то вещи, которые будут являться своеобразными заборчиками, способствующими задержанию и накоплению снега. Как правило, такие снегоудерживающие конструкции достаточно выставлять у себя на участке на расстоянии 4-5 метров. Если у вас нет возможности воспользоваться сидиратами и установить искусственные опоры, то можно по мере того, как вы посещаете свой огород, свою дачу, самостоятельно нарезать снежные волки, когда снег достигает уже высоту 12-15 сантиметров. И снегонакопительные конструкции, и снежные волки необходимо устанавливать и выполнять строго поперек господствующего ветра. Как правило, у нас зимой дуют северо-западные ветры, соответственно, и заборы, и волки будем делать поперек северо-западного направления. Но существуют зимы, которые характеризуются постоянным чередованием снегопадов и отепелей. Если у нас зимы более отепельные, то тогда необходимо аккумулировать почвенную влагу путем использования гидрозамка, которым является мульчирующий слой. Небольшой мульчирующий слой можно создать из предварительно заготовленной почвы и растительных остатков. В качестве последних хорошо подойдут измельченная солома, опилки, также листва. Будем вносить мульчирующий слой по оттаившей поверхности небольшой насыпью в оттепель в безветренную погоду. Такой агротехнический прием будет уменьшать испарение почвенной влаги более чем в два раза и способствовать более высокому ее содержанию к началу вегетационного периода. На этом я с вами прощаю. Всего вам доброго. Оставайтесь на канале Процветок. Радуйте нас лайками и подписками. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин